здравствуйте уважаемые любители летных видов спорта мы на аэродроме под сунной и сейчас начинается первый день соревнований в ретро классе ну и в микс классе вот мой верный конь готов и сейчас его потащу туда вот на старт и самое интересное первый самостоятельный полет будет сразу облёточным полетом я еще не успел планер облетать только вчера собрали как можно дотянуть два планера сразу паровозиком как не получится получилось считай друзья как молодость вернулся опять на соревнованиях как юный пилот владивист как будто на первых соревнованиях они у меня были 2012 году в орле и вот примерно тоже ощущение какое-то счастье что ли азарта сейчас беносом будем соревноваться вот венос говорит не потяну конкурента но я отношусь соревнованиям спокойно это у меня мой друг капитан оптимизм матуза вечно очень нервничает хочет победить я ну как победить хорошо а не победить потусоваться еще лучше так и живем так и летаем и скажите мне пожалуйста что планерный спорт не спорт я честно о какой яма я если честно запыхался можно конечно сделать как у беноса вот это оборудование для самостоятельно выткин машине но это же не наш путь когда уйдет сам само слово спорт она до нас свят где там посадочная полоса асфальт его с нее взлетают всякие самолеты которые парашютисты бросают наш грит пошли старты друзья начался летный день это робин тащит что-то следующая подруливает вельга пошла жара сейчас поднимают микс класс кучу планиров наш класс ретро будет хвосте паровоза ну что готовы но уважаемый любитель лед и вида спорта готовы готовы какой вас план не могу сказать сказать секрет сегодня такая погода облака не очень высоко и такие вот как сказать тухленькие хорошее слово и еще поемся как говорится первый день посмотрим мы если что на площадку не итак какой у нас маршрут старт у нас прены дальше мы летим в сторону литуса в эту зону дальше возвращаемся вот в эту зону идти потом под в эту зону то есть полет по зонам чтобы наша задача взять максимальную дистанцию за время которое составляет 2 часа 30 минут то есть если совсем все плохо можно буквально эти зоны клюнуть тюк 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 и вернуться домой это минимальная дистанция 35 километров все конечно для планера смешно с другой стороны будет не до спеха когда мы упрёмся в какой-нибудь ветер или еще что интелли еще что нибудь лучше быть на аэродроме и быть счастливым чем сидеть в полях продолжаются старты все быстро работает три самолета а если сейчас растянуть лебедку под такой ветер мы бы делали тоже где-то один старт полтора минуты так что вот это все можно было бы одной электрической лебедки в течение часа выпалить в небо не тратя столько топлива потянки тасс арминасти пишу она послухся трубачуга вот такая прекрасная штука мини-лак владелец очень доволен это именно тот мини-лак который был в альпах и вернулся в литву ох повезло арминусу планер может вполне взлетать сам но с этой травы будет тяжеловато и смысла нет лучше сохранить батарейку для сложных условий дня потому что на этой батарейке мини-лак может летать около часа если взлететь то порядка 30 процентов энергии будет израсходовано вот такой же моторчик хотелось бы сюда поставить ну наверное не буду я красивый планер портить всей этой фигней будем летать по-настоящему по сиро сейчас разгоняемся лечу вот все хорошо взлетел ничего не так плохо у меня скорость не работает друзья вот жопа у меня 200 километров в час скорость папа 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 даже не знаю как как мы будем летать прикольно ну ладно будем по шуму ветра открываю форточку 94 скорость относительно земли мы летим против ветра соответственно моя скорость должна быть это 110 115 вот этот чертов прибор показывает 200 да скорость конечно цена на дрова ну и пес с ней друзья ну что можно считать что это все и хорошо я сразу же встал в поток вот как это красиво я не знаю в какой скорости я лечу сейчас по gps это 95 километров в час ну по ощущениям я больше сейчас летаю сейчас попробую его на что про этот планер ну как бы и все и пес с ним будем летать без скорости я успокоился теперь могу разговаривать если бы не верный приборный ветер дай бог здоровья его создателям я бы наверное сейчас пошел на посадку потому что я бы я не готов летать без совсем без скорости это было бы сложно но у меня сейчас есть ground speed 63 километров в час скорость относительно земли ветер 17 километров в час поэтому я в принципе более-менее представляю на какой скорости и как я летаю сейчас я летаю километров на 60-70 просто тут еще по поведению планера это все более-менее понятно вот вланник стоит сейчас так вланнику на хвост построить и попробуем с ним попарить вместе коллеги можно сказать у меня даже теоретические качества выше должно быть вообще стример переставлю вот он на хвосте у него и все у него то прибор наверное работает жизнь начала медленно но уверенно налаживаться я принимаю такое решение попробую слетать маршрут по минимуму просто чтоб ну грубо говоря не баранку за день получить попробую слетать а там видно будет самое главное что я могу сказать что планер штопор на полностью данную ну грубо говоря вот ручка сейчас в нуле я чувствую что он не валится ни в какой штопор не хочет валиться не теряет скорость то есть летит сам ну и все и больше от него не требуется можно на скорость не смотреть некоторые спрашивают а как вот как летать без скорости а вот так можно летать без скорости очень даже прекрасно погода зреет образуется судя по всему гряды я надеюсь что все будет у меня чики пики рядом коллеги а вот впереди красивое облако как раз которое позволит мне дальше взять стартовую стартовую линию старт уже открыт все как бы хорошо можно лететь высота моя 1400 но я бы предпочел бы все таки немножко набрать надо мной еще какой то планер есть то есть пока подъем есть а он есть это вполне себе неплохой мы набираем потом можно вот к облаку который сейчас по центру кадра у вас протянуть и там как раз где-то стартовая линия но тут же надо все осторожно приосторожно делать так что я крайне аккуратно лечу между тем как бы потенциал уже по потоку похоже исчерпан но в него налетела куча народу я не знаю что они здесь хотят у них какие то свои может быть подковерные игры так я смотрю на старт вот стартовая линия я хочу подойти к облаку которая прямо по курсу мощная стоит выбрать кромку взять стартовую линию и пойти в сторону литуса дойти до края первой зоны то есть у меня программа минимум на аэродром болтаться времени больше не хочу тратить все таки сколько можно поэтому смело двигаюсь под облаком рассчитываю взять более-менее адекватный поток облако которое смотрелось красивым оказалось дохловатым нету ничего у меня не остается ничего другого как пытаться сейчас уходить против ветра по ветру точно вот туда на леса нет смысла но я пытаюсь вот может справа какое-нибудь рабочее облачко высота тает тысяча метров тысяча восемьдесят снижение 1,7 неприятненько но буду искать поток внизу под нами город прены я надеюсь что что-нибудь возьмут впереди похоже формируется вот это вот облака дааааааааа веселенькая погодка веселенькие у меня ждут приключения о, птичка сучка крыльями машет здесь как раз удачное положение что если я сейчас хороший поток возьму вот снизу птичка какая-то болтается то, в принципе, легко набрать как раз к нужной точке. Работаю, как волк, давно так не рубился. Вот как все просралось немножко. И даже этот вариометр консервативный что-то показывает. Пошла жара. Над нами додавной формируется облако. Вот ко мне кто-то прилетел в мой поток. Но выше все прекрасно. У меня уже 1100 метров пустоты над уровнем моря и 1000 над аэродромом. Хороший мощный поток. Набираю пока. Ну что ж, друзья, я под кромочкой уже. До кромки облака остались считанные метры. Я сейчас еще чуть-чуть наберу. 1700 метров 50 у меня есть. И, в общем-то, наверное, не имеет никакого смысла податься дальше с этими штуками всякими. Потому что нам нужно стартовать. Времени уже почти 3 часа. Ну вот, стартует, похоже, кто-то. Ну давайте пойдем за ним. Конечно, мы за этим стеклянным планером не угонимся. Но между тем время, время, время. Смотрим. Вот она у нас стартовая линия. Вот эта точка, где я буду, наверное, стартовать. Ну и вот впереди явно поток. Народ его крутит. Я вполне могу позволить себе тактическое решение пройти через этот поток. Так. А планер подшел правее. Но мы сейчас за ним пойдем. Крутящийся нам что-то даст. Ну и подходим уже. Скоро будет линия. Вот за речкой эта стартовая линия непосредственно. Иду по ветру. Правее линии пути мне вот туда, под это облако, невыгодно брать. Потому что крюк получается. Но с другой стороны, почему бы и нет. Подошел под облако. Высоту набирать не надо. Вот такой крюк дурацкий получился. Но с другой стороны, зато пойдем под облаком. То есть сейчас я тут, как говорится, экспериментирую, друзья. Все. Сейчас поворачиваю четко на линию маршрута. И уже пойду под вот этой сепочкой облаков. По крайней мере, я рассчитываю, что я сейчас здесь хотя бы большие минуса не поймаю. Хотя, конечно, с тактикой у меня реново. Крюк был неверный. Крюк был по-кругому лететь. Ну ладно, уже поздно. Вот так, друзья, можно зажигать на деревяшке. Хе-хе-хе-хей! Так, сколько скорости? 148. Ныряю под облако. Разгоняюсь. 150. Да! На такой штуковине, на такой скорости гонять неэффективно, друзья. Качество сильно падает. Ну а что делать, если мы валим под грядой? Удается мне немножечко грядить. Что называется, видите? Придерживает. Я надеюсь, что эта сепочка облаков меня выручит. И я все-таки дойду, возьму зону первую, нормально. Прямо по курсу, хорошее вроде как рабочее жирное облако. Сразу же за речкой срезает там потоки, наверное, удачно. Вот. И я думаю, что до этого облака дойду. Чуть-чуть дальше. И там буду, скорее всего, разворачиваться с зоны против ветра. Потому что задача у меня сегодня не стоит очень уж много слетать. Моя задача стоит сегодня на аэродром вернуться, летая без скорости. Но мне уже нравится. Уже у меня азарт появился. На переходе я сейчас держу, много держу, кстати, но можно и поменьше. Можно и помедленнее. Все, привычка нет летать медленно на этом планере. Она должна быть. Смотрите, меня подымает. Уходил я на... Ух, ты ж, ё-ка, кстати, подымает неплохо. Чтобы брать или под грядой пройтись. Да, пройдусь под грядой. 1450 метров у меня. Ой, 1550 метров у меня. Практически много высоты я не разменял. Надо понимать, что я все-таки иду по ветру. И это вот не так просто. Потом будет назад вернуться главное. Но вот эту гряду я могу очень быстро использовать. Если она еще отработает какое-то время, то прям сам Бог велел с этой грядой работать. Облако выглядит многообещающе, но пока не тянет. Возможно, нужно было его правый край пробовать. Но уже поздно. Развращается какой-то планер. Явно что-то взявший. Но если он идет по этой линии, значит, возможно, эта линия правильная. В общем, удавить особо не будем. Пробуем нолики. Поэтому я уменьшаю скорость. Если будет малейшая возможность набрать, буду набирать, потому что выгодно максимально против ветра уходить на максимальной высоте. Вот уже показался город Алитус. Аэродром Алитусский. Пока набора у меня нормального нет, но я крадусь вот под краешку этой гряды. Жду, пока клюнет. Набирать обязательно надо. Пробую в спираль встать. Первая будет со сбросом. Писка так не считается. Я сбрасываю энергию. Ну, в смысле, сбрасываю скорость, добираю фактически высоту. Вот это ОДИ сейчас фиксируется. Я бы, конечно, если был бы на соревнованиях на каком-то стеклянном планере, я бы сейчас все-таки пошарился, попробовал поискать бы более сильный поток. Но сегодня моя концепция не рисковать. И текущие полтора метра в секунду по ветру, который мы имеем, меня вполне устраивает. Ветер меня несет как раз в зону, и все хорошо. Возможно, вот там прямо по курсу все получше, но уже поздно. Работаем здесь. Терпение и труд. У меня два с половиной часа, чтобы пролететь какую-то дистанцию, поэтому за скоростью гнаться не буду. Буду гнаться за надежностью. Все-таки я не вытерпел, друзья. Пошел по ветру. Слишком слабый поток стал. Пол метра в секунду. Это не дело. Явно погода сильная. Тем более ее сейчас пик. Вот, смотрите, у меня по прямой набираю лучше, чем набирал, когда крутил. Вот, может быть, стоит закрутить сейчас. Нет, это была реакция на ручку. Ну, покрадусь, крадусь потихонечку. Ну, вот неприятная ситуация. Облако, которое было многообещающим, ничего нам не дало. И надо понимать, что я теряю высоту на 1400 метров. И я буду, если с такой высоты упадить на маршрут, дальше на возврат, это будет невыгодно. Что мне выгодно набрать по ветру максимум. Вот это вот дупость несусветная получается. А впереди ничего хорошего меня не ждет. Там полигон, запретка. В общем, надо думать сильно. Один из вариантов решения повернуть налево. Вот эта группа облаков впереди смотрится хорошо. И просто сходить в ту зону. То есть, так как мы летаем по зонам, это вполне можно сделать. Направо идти нет никакого смысла, потому что развал и до ближайших облаков далеко. А впереди группа смотрится хорошо. Что я в этом случае делаю? Я уклоняюсь немножко вбок по зоне. Но вполне могу это сделать. Это в данном случае лучшее решение. Потому что сейчас прям разворачиваться совершенно неправильно. Попробую вот там под этой группой облаков выбрать максимум, буду возвращаться. Ну, тем более, что я вижу, что коллеги вот вланник летит в обратную сторону примерно в той же концепции придерживаются. Ну, неплохо я до середины зоны залез. Облако впереди перспективное. Будем его полностью все прощупывать, чтобы набрать здесь. Вот. Единственное, конечно, видите, развалы какие справа видны. Очень мне не нравится. Вот это облако, в которое мы идем, может, в принципе, в такой же развал превратиться, если мы опоздали. И вот это, конечно, очень тревожно. Первая часть облаков не сработала. Вот эта вся линия, она, возможно, мне что-то даст. Но высота у меня сейчас уже 1200. Это не так критично. Но, в общем-то, и неприятно тоже. То есть хочется мне выбраться повыше сбоку. Видите, какая тень вообще? Вот это тут расползание. Оно, конечно, прям все планы мне нарушило красивые. Ну, ладно. Двигаемся. Делать нечего. Надо все равно выбираться здесь повыше. Хоть что-то начинает тянуть. Ну, вроде как двухметровый поток. И тот вариометр показывает и этот. Встаю в набор. Вроде как все хорошо. Это меня очень радует, друзья. Вот это прям тот миг, когда попустило. Фу, можно выдохнуть и сконцентрироваться на наборе высоты. Смотрите, какая группа огромная. Птиц каких-то летит. Вообще. То ли аисты, то ли кто. Смотрите на... Но при этом они почему-то крыльями мажут. Ну, я набираю. Я не хочу крыльями махать. Мне крыльями махать не надо. Наветренные края облака работает. Наши аисты, вон, пошли на переход. Туда, куда, в принципе, и мне надо будет потом. Посмотрите, что здесь сейчас происходит. Я медленно, но уверенно сношусь в краю зоны. И до нее осталось совсем чуть-чуть. Но я, видите, уже уперся в облако. Поэтому я, так как здесь этот поток остается, я все-таки разгоню сейчас и слетаю в краю зоны. Ну, такой, считайте, у меня небольшой спортивный азартик будет. Вот. Как раз по направлению вот этих вот озер куда-то сюда. Осталось до края зоны совсем немного. Ну, давайте попробуем. Вот я разгоняюсь. По идее, вся эта система, облако будет нас придерживать. И мы на обратном пути воспользуемся нашим же потоком, который мы набирали. В ноли, как я иду. Вот в чем смысл. Ну и, естественно, дальше, чем край зоны, никакого смысла нет. Двидится все. Может, даже избыточно это было, но зато красиво. Так, и теперь мы развернулись. Я хочу вернуться на тот же линию, где... Да, вот. Видите? Нас придерживает очень хорошо. Ну и вот линия... Вот это вот показывает мне, куда она лететь. И, собственно, вы можете видеть, что там же красивые пятна теней. Отлично. Туда мы и двигаемся. Как вы видите, я немножко в сторону ухожу. Но потому что не хочу через тень, хочу на солнечную, на ветреную сторону вот этих облаков выйти. И по вот этой гряде дунуть наискосок. То есть напрямую вот сейчас через тень лететь было бы опрометчиво. Поэтому я не совсем оптимально к маршруту двигаюсь к ближайшему хорошему облаку. Скорость 120 км в час, потому что я иду против ветра. Скажем так, с боковым ветром. Но здесь должно быть хорошо. Не всегда, друзья, путь самый правильный прямой. То есть да, сейчас я не иду четко по маршруту, но я иду под облако, которое меня придержит. Попробую, позволит резаться против ветра. Я буду на линии солнца. А тут видите, какие огромные тени. Мне кажется, это можно против ветра здесь и помереть. Ну вот сейчас будет момент истины. Будет работать этот облако или нет. Я почти верю, что оно работает. Кромочка облака плотная. Все выглядит прекрасно. Я максимально смещаюсь вправо, хоть это и не выгодно. Мне левее сейчас надо. Но я хочу использовать все облако, чтобы однозначно совершенно найти под ним поток. Потому что поток здесь явно будет сильный. Ну вот, приходи к моему любоваться. Поток очень хороший. Вот это зашибись. Ай да я. Ай да. Сукин сын. Ай молодец. Поток 4 метра в секунду. 4,5. Ну вот в таком, друзья, как раз выгодно набрать энергию. Даже мой крюк, который я сделал, он совершенно оправдан получается. Понимаете? Вот в чем прелесть жизни. Хе-хе-хе-хей. Да, и посреди где остается? Ну там 3-4. Ну буквально, как вы видите, несколько спиралек. И я уже опять под кромкой облака. Снова моя любимая. Ну 1800 над уровнем моря и... 1900, ой точнее 1900 над уровнем моря, 1800 над аэродромом. Прекрасно. Вот, пошли космы, в них залазить нельзя. Мы уже не нарушаем. Летаем по правилам визуальных полетов. Ну, соответственно, я выхожу из этого потока. Разгоняюсь. Ге-ге-гей-гей-гей, погнали! Здесь можно достаточно быстро лететь. Ну 128 относительно земли. С учетом метра, вот 140 километров час я сейчас держу. Смотрю, впереди и следUg ума как раз удачна тоже расположена. Как вы видите, вот здесь Идеально для меня будет Я до него тоже сейчас успею Ну и, собственно, скоро город Френы Все хорошо, пока все нормально Перспективы есть Облако большое Ну и там вся цепочка, край леса Должно быть хорошо Он меня даже придерживает 0,9 метров в секунду Видите, край тоже какого-то облака Вряд ли он будет работать Слева мы наблюдаем альтернативный мой вариант Варшрута, я мог под этой грядой слева пойти Ну, не знаю Не нравятся мне тени, которые там Совсем не нравятся Хотя выглядит тоже прилично вполне Мы выбрали уже свой путь И мы следуем дальше Смело двигаемся вперед До ближайшей гряды Остается не так мало Расчет мой, наверное, увенчается успехом Как говорил я, альтернативная линия Вот она слева осталась Возможно, тоже все было хорошо Но мне моя нравится больше Снижение у нас небольшое Снижение у нас небольшое Придерживает иногда Вот уже почти край Высота при этом 1400 метров Этого достаточно Уже мне, чтобы явно Цепануть вот эту всю в ряду И использую ее Продвинуться вперед Ну, фактически до следующей зоны Прям смотрится все очень красиво Подворачиваю чуть-чуть слева Такой есть красивый аппендикс Тем более, что у меня нолики Меня придерживают Здесь даже не факт, что мне нужно будет набирать Даже плюсики Я сбросил скорость Ну, становиться сейчас в поток Если только он очень сильный будет Ну, блин, хороший поток Так-то вроде как Надо набрать Ладно, друзья Тактическая точка зрения Надо было, конечно, использовать эту гряду И не париться То есть, опять же Был бы я на стеклянном планере Я даже не остановился бы здесь Потому что впереди явно лучше Но мы Сегодня девиз наш Надежность Поэтому Выбрав здесь 200-300 метров Я гарантированно долетаю даже до аэродрома Поэтому Мы потом эту гряду Используем для скорости А пока Тем более, поток 1,8 метров в секунду По сравнению с предыдущим Ерунда Но Мы Это судодежность Немножечко я завозился Наверное, пора все-таки идти Дальше Я набрал Где-то метров 150 И очень красиво Кромка впереди смотрится Но надо туда лезть Прям К бабке не ходи А тем более Почему сейчас не имеют слабый поток брать Да потому что Она сдувает на каждой спирали Вот И я сейчас Вот смотрите Все, что набрал Грубо говоря Слил Для того, чтобы пробиться вперед Вот точка Где мы набор начали делать Так что Не имело Ну как Я выиграл 50 метров Но это не серьезно Так что Пойдем дальше Классический дельфин Вот так Хорошо Но это Немножечко все-таки реакция На сброс скорости Не столько Сам набор Поэтому Я смотрю, что Вариометр у меня И механический Тоже Немножечко за ручкой ходит Поэтому Делаю поправки на это Почему важно Сейчас вперед двигаться Ну потому что Эта гряда Впереди не вечная Она будет работать Какое-то количество времени И нам надо ее Самые идеальные Варианты ее использования Вот так вот Работая дельфином Сбрасывала скорость Ооо Так Это все-таки Заброс или поток Непонятно Но неплохо Все равно Явно все равно Набираем Но вот сейчас Все-таки нет Это еще не то Что стоит крутить Как правило Самый сильный поток На ветреной стороне Облака Поэтому мы туда И тянемся Я думаю, что мы там Как раз и встанем В набор Это меня радует Если вдруг Впереди мы не возьмем То потом Я левее вижу Очень хорошее облако Вполне рабочее Так А сейчас левее возьму Потому что чувствую я Не под той стороной Облако Не под правильной Вот сюда Я думаю Протянуть Так 97 км в час Скорость Не буду сильно сбрасывать О Вот это точно поток О Смотрим До скольки Забросит Может быть Не имеет смысла Набирать Потому что Метр какой-то Мы вполне Дотягиваемся И до следующей Облачности 1600 То есть здесь мы Если сейчас будем возиться Наберем 200 метров Но Может быть Это имело смысл Но как-то вот Наверное нет Впереди Все тоже очень перспективно Идем вперед Все Переставляю триммер Разгоняюсь Погнали дальше Как видите Это черное облако Которое смотрелось Совершенно Распрекрасно Все-таки Не дало нам возможности Ну оно На 150 метров Забросило Конечно Но поток Мы под ним не стали Ну ничего страшного Идем дальше Вот эту следующую зонку Мы должны взять Ну как раз Примерно Прямо по курсу Она есть То есть в данном случае Очень удачно Грида Совпадает С направлением пути Ближайшее облако Которое было Над нами Сейчас уже Нас не взяло Двигаемся вперед То есть Начало гриды Не рабочее Но явно Впереди Более-менее Рабочая вся штука И гряда Идет через город Преной Примерно туда Куда нам и надо То есть мы Сейчас попробуем Взять Край Следующей зоны Вот Вот этой Но для этого Нам надо сначала Взять поток Самое главное Друзья При этом Не забывать Любоваться Окружающей природой И посмотрите Какой красивый Неман Вообще Мы подходим Под гряду Вроде как пошел Немножечко Поточек Сбрасываю Скорость Да Заброс Мне нравится Ну-ка Попробую Даже если Заброс Просто так Попробую Разведывать На спирали Делать уже Потому что 1200 метров Та высота На которой Мне хочется Вот Откуда Мы пришли Тоже Облака Разваливаются Расползаются Так что Будет поток Будем брать Невзирая На его Двухметровость Два метра в секунду В принципе По такой погоде Более чем Достаточно Работаем Не справился Я с этим потоком Не получилось У меня его взять Как-то вот Сейчас я протягиваю Да Я по краю У меня выплюнула Из него Вот Все Все Заработало Можно Еще Кружочек Но самое Интересное Что вполне Возможно Если мы Пойдем По прямой Под грядой То мы Будем Идти По прямой Набирать У меня У меня Дилемма Но с другой стороны Предыдущее Мое решение Было неверным То есть Я рассчитывал Что будет Поток Его не было Поэтому Так как у нас Сегодня Девиз Осторожность И надежность Вон Кто-то Шкрябывает Понизам На плане То мы Этот девиз Исповедуем Самый главный Кайф Друзья Я летаю И я Любую Я конечно Любуюсь и горами В Альпах Но вот Литва Очень красивая Посмотрите Особенно Вот это место Тут петли Немана Просто потрясающие Совершенно Виды Плюс еще Вот Такой уютный Писк вариометра Ну смотрите До Ну это вот Заброс За счет скорости До среднего Где-то 3 метра в секунду У нас набор И мы стремительно Опять приближаемся К 20-1800 Это Вселяет Надежду Покажу Хоть себя Вот как Как это выглядит Ну что Как без скорости летать Как без скорости Да вот Я же лечу Без скорости Не работает Указатель Показывает Вон Сцену на дрова Посмотрите Показывает Какие-то там Свои 200 км в час Вообще неизвестно Что Хотя вы понимаете Прекрасно У нас сейчас Никаких 200 Сейчас я выдвинусь Против ветра Скорость ветра У меня 20 км в час Вот смотрите На экранчике Вот смотрите Скорость Вот Сейчас будет 50 км Ну вот 50 км Это значит Что я лечу На 70 км Ну и все Меня это устраивает Эта информация Планер я чувствую Все как бы хорошо Ну Поэтому Тут главное Наверное Больше не Минимальная скорость Потому что Ну он паршютировать Начнет Это я почувствую А у земли Конечно Буду Побольше Скорость держать Сколько Максимальный скорость Чтоб не развалить И не разуть Эту Конструкцию Времени у меня много Стартовал я Без 15.3 Сейчас только 45 минут полета А летать мне нужно 2,5 часа Я даже не знаю Чем я буду заниматься 2,5 часа Тут принцип какой Лучше Пролетать меньше Приземлиться на аэродроме Чем пытаться Гнаться за Неизбыточным каким-то Ну в данном случае В моем Потому что В боевых Нормальных соревнованиях Там конечно Нужно обязательно Задачу стараться Выполнить Хотя тоже бывает Какая-то гроза И Всегда выгоднее Вернуться на аэродром И привести Очки за время Чем Получить только Очки за дистанцию Это всякая Такая тактика Ну что Кромка не растет Не растет 1800 как и было Достаточно стабильно Делаю крайнюю спираль И буду Выходить Очень хорошо Очень все мне нравится Как в данном случае Сформировалось Мы пошли под грядой Нам надо как бы По зоне Правее быть Но Правее Не хочу туда В пустоту лезть Поэтому мы скорее всего Пойдем по гряде А потом где-нибудь Клюнем направо Выклюнемся Против ветра Против ветра Нам можно До минимальных высот Опускаться Потом ловить поток И пробиваться Как говорится Против ветра Еще один конечно Вариант Не использовать Эту гряду Пойти вот Под поплака Прямо по курсу Как бы Рассчитывая Работу Под солнышком И тем более Что там Вроде как бы Что-то сформировалось Ну не знаю я Сомнения у меня Да Если налево Подвернуть Это получается Аж под 90 градусов Нет Нам не выгодно В ту сторону лететь К сожалению Вот эту гряду Налево идущую Я не могу Использовать Это слово совсем Ну ладно Тогда Все понятно Вот как сейчас Против ветра Перейти красиво Несколько Облачков Будем надеяться Что тогда тоже Что-нибудь сформируется По крайней мере Солнца много Это уже радует Сейчас мы прошли Через наш аэродром Ровно И двигаемся В конец Зоны против ветра Нам Зону Которая у нас Против ветра Выгодно Во-первых Зайти как можно Дальше Против ветра И Ого-го-го-го-го Какой поток хороший Попробуем набрать Ого Парус Парус Противисты Тут Вовсю Прыгают Так, встаю в набор Потому что, несмотря на то, что против ветра По правилам нужно Желательно сжечь всю высоту Потом где-то взять Я думаю, что я лучше здесь наберу Потом сюда вернусь еще раз Сейчас здесь наберу максимум И похоже, что здесь кромка выше Потому что до облака еще далеко А у меня уже 1600 метров Прекрасно все, я очень рад Посмотрите, какая красота 2000 метров у меня Кромочка И мы набрали их непосредственно над аэродромом Это очень приятно Внизу какие-то парашютисты прыгают А я разворачиваюсь против ветра Потому что мне эту высоту выгодно сжечь Пройдя против ветра Максимально взяв зону безопасно И вернуться сюда, попробовать набрас еще раз Ну вот смотрите, вот она В зону я могу еще Километров 10 вперед пройти Вот таким курсом Я и сделаю Текущая обстановка, мы двигаемся на край Зоны Достаточно удачно расположено облако Прямо по курсу Это позволит нам под ним Нас придерживать немножко Ну в общем я По максимуму сейчас туда зарежусь Потому что Это против ветра И достаточно безопасно А дальше будет видно Дальше у меня пока плана нету С правой стороны Каунус И Каунусское море Очень красиво все это смотрится Вот это облако нас придерживает Это очень хорошо Под этим облаком я даже не планирую Сейчас набирать Потому что Я могу пройти против ветра И немножко сжечь Вот эту высоту Которая у меня есть Потому что Чтобы потом по ветру встать набор То есть вот здесь Вот можно было бы сейчас В набор в принципе встать Да В принципе он неплохой был бы Но у меня Я наберу тогда 150 метров высоты Это совершенно Не критично было бы Но я считаю что я лучше Сейчас рубану против ветра До края зоны А потом на обратном пути Стану в набор То есть вот это тактика Потому что сейчас Набирать сдует До края зоны Осталось совсем Чуть-чуть вот здесь Смотрите Вот она Какой-нибудь боевой разворот За пигачу Так что повеселее было Ге-ге-ге-ге-гей Скорость побольше Никакого смысла в этом нету Но весело же И я двигаюсь под облако Под которым Возвращаюсь Под облако Под которым был поток Соответственно попробую Там встать на борточки Уже набрать И пойти вот под те гряды Немножко правее Потому что туда Следующий луч Паршрута идет Я вернулся Под облако Под которым был Небольшой наборчик И встал С планом Добрать до максимума Но пока так Тухловатенько Пока не очень Буду искать Потому что у меня Дальше по ветру идти Очень страшно Низко Это не бессмысленно Сейчас по крайней мере Ветер нас несет В нужную сторону Идем с боковым ветром Ветер Дует у нас сейчас Правый борт Соответственно Идем с этим ветром В крайнюю нашу зону Вот сюда Надо нам прилететь Куда-то Но я буду лететь Под эти облака Впереди Там сделаю набор И буду думать Стоит ли залазить Букже в эту зону Или нет Потому что Нужно еще на аэродром вернуться То есть можно сейчас Погнаться за дистанцией Но в итоге Не вернуться А лучше будет вернуться В первый день Тем более Что без скорости Это вообще круто Маршрут слетать Я вообще так С собой горжусь Немножко Пока Итак Мы почти подходим К зоне нашей Ветмы облака Очень удачно По линии пути Стоит такая грядочка Небольшая Главное Чтоб там тянуло В любом случае Другого варианта нет Там под этими облаками Нужно выбираться И тогда уже Возвращаться назад Конечно Как вы видите Здесь такой лесочек Мама ты дорогая Поэтому надо будет Обязательно набрать Чтобы назад вернуться Я не по низам Тут ни в коем случае Не полечу Ну вот есть конечно Вон Поляна в лесу Но блин Страшно страшно Облака хорошие Я думаю что сейчас найдем И почему я лезу К этому К краю Зоны Потому что ветер Когда мы будем набирать Будет нас как раз Сдувать Вот так вот Центр зоны Так что Вроде как Пока все складывается Хорошо Главное сейчас найти поток Высота 1200 Ну вполне То есть Выглядит все прилично Попробуем Пока вот это облако Мне нравится всем Но оно почему-то Меня не берет Я выполняю Всякие змейки И шмейки Проверяю Как тут что Но как-то пока Оп Оп Вот вроде как Пошло что-то Пробую Оп Пробую закрутить В любом случае Это важно сейчас Что здесь такое Видишь что у нас Какой-нибудь Надо набирать здесь Очень аккуратно Нудно Обязательно набирать Выбираться 1100 метров у меня Сейчас пошла Самая такая Аккуратная часть Маршрута Ни в коем случае Нельзя здесь Снизиться на малые высоты Да Не смог я друзья Здесь набрать К сожалению Как было у меня 1200 метров Так и осталось И Моя надежда Вот на вот эти облачка Я двигаюсь Сюда по ветру В общем-то Вариантов-то У меня уже мало И надо там Выбираться Облака хорошие Плотные Но правда Достаточно далеко Но Ближе ничего приличного нет Вот туда налево Смещаться тоже не хочется Вот это вот Край леса Опять же Красиво облако смотрится Я думаю Что пока я его Туда приду Наберу Поднимать И он тогда уже Рвану назад Против ветра В сторону дома Вот такая вот дилемма Вот это справа облака Распадающееся И оно Скажем так Невыгодно Поэтому иду Под этой микрогридой Щупаю Беру вообще Все что дают Вся моя ставка На вот это облако Она достаточно Давно уже живет Вот И Я рассчитываю Что я под ним возьму Выглядит оно Весьма прилично До облака Недалеко Оно по сути Конгломерат Из нескольких облаков Поэтому я попробую Туда Дунуть Осталось чуть-чуть Но я собственно Взял практически Середину зоны Если это облако Не сработает Я дальше не пойду Буду возвращаться Вот это например И откуда-то Отсюда выбираться Но мне очень нужна Сейчас высота Прямо сейчас Концентрируюсь Вырубаю камеру Буду набирать Обязательно Ну вот что-то я взял Друзья Может метра Может больше Облака До него я чуть-чуть Не дошел Но я боюсь Вот этот метр Бросать Я вполне думаю Что возможно Когда поток Поднимется вверх С учетом силы ветра А ветер Извините 32 км в час Сейчас То как раз Вот как раз Туда Я и попаду Ну и собственно Все Вот этот вот набор Мне должен позволить Вернуться домой Пока я буду его Набирать Я думаю Что меня сдует До края зоны Я Благополучно Оттуда развернусь Задача будет Вернуться домой Но постараюсь Ее Выполнить Да Волнуюсь я Ну волнуюсь Немножко Не хочется Вот видишь Как у меня леска Перелетать придется В перспективе Поэтому я сейчас Вцепился В этот поток Всеми зубами И кручусь А перелетать леску Придется против ветра 29 км в час Ну в общем-то Не так и мало Для нашей деревяшки Вот это мне Свезло Друзья До 5 метров Секунды Сейчас забросы Идут Ну да Видите Меня сдувает К этому облаку У него на самом деле С наветной стороны Формируется Еще одна Зона Сасывания Вот как раз Я в нее Сейчас крайне удачно Зашел Ну и это вот Вот эти поля Красивые Паканные Вот с них Этот поток Прекрасный Волшебный Идет Ой как же хорошо Крыло Сейчас показывает На город Алитус Ну мы как раз Примерно до Алитуса И долетим Почти Немножечко Со сносом Снос сейчас Прилично идет За каждую спираль Видите Моя Ни одна спираль Не заканчивается Пересечением Со старой траекторией Ну 21 Один киетра в час Видите Сейчас чуть-чуть потише Но все равно Достаточно сильный Набрать нужно мне Максимум Эти вот 1802 Ну и в результате Чего я вполне смогу Против ветра Даже такого Вернуться на аэродром И Дай бог Финишировать Сейчас друзья Складывается Хорошая обстановка Для возврата Домой еще По всему Поэтому Надо наверное Будет сейчас Делать хоть конем Мы набрали 1800 метров Можно ковырять Больше Ну и наверное Мы сейчас Доковыряем Вот я хочу быть Под самой Самой кромочкой Потом сделаю Небольшой прыжок В сторону Вот под этой Сформировавшейся Гридой В сторону Литуса Буквально Чтобы дойти До края зоны Ну мы Собственно И так К ней Дрифуем С этим потоком Вопрос просто В том Что я сейчас Чуть-чуть Теряю время Но Если бы Времени Просто Два с половиной Часа На задание Я все равно Не вылетываю Все время Которое нужно Судя по всему Мне не хватает Дистанции По зонам Этим С учетом того Что первые Взял неправильно Ну правильно Но не так Как было бы Оптимально С точки зрения Максимальной Дистанции Поэтому Я не спешу Но все-таки Дистанцию Хочу выбрать Максимальную Потому что Это как раз Шанс Показать Хоть какой-то Позитивный результат Ну мой Позитивный результат Вернуться на аэродром Но Уж понимаете Азарт Спортивный У всех В том числе И у меня Что-то я выпал Из потока Вот этот Спортивный азарт Чуть-чуть Сейчас Против ветра Протяну Мне Надо наоборот По ветру Идти под облако Уже заканчивать Эту подягу Я на одном месте Болтаюсь 1800 Делаю сейчас Минус На приборе Оп Ну мне кстати До конца зоны Это еще прилично Поэтому лезу-ка я Под это облако И как раз Под ним Сейчас я туда И на конец Зону Это и попаду Вот как это выглядит На экранчике Оп Оп Вот Вот мой план Вот куда-то Вот сюда слетать Иду по ветру Вот сейчас здесь Под этим облаком Дальним По идее Должно нас Додержать По максимуму Поэтому я достаточно Смело К нему Иду Я там Сделаю максимально Возможный набор Оттуда уже буду Возвращаться Домой 1800 метров У меня сейчас Высота Облако красивое Должно работать Да Как я и думал Это облако работает Неплохо работает Ну что Давайте возьмем Здесь максимум У нас как раз дует И посмотрим Как мы пойдем назад Ну и назад пойдем Неплохо Пойдем назад Тоже есть какие-то облака Может будет Что-то грядится Вон какой-то планер Ниже нас летит Все Сейчас здесь Набираем максимум Клюю зону И рыбу когти назад Ну смотрю Лью до зоны До конца А где-то здесь Еще полигон Есть какой-то Главное не попасть Под выстрелы Да Я человек азартный Похоже Ну что Давайте уж Дойдем до конца зоны Мы же все-таки Спортсмены Никакие-нибудь Блоки Осталось Чуть-чуть Совсем Крючек-то по земле Тоже хороший Конечно Может я глупость Сделаю сейчас Что увеличиваю Эту дистанцию Но Видите Совсем немножко Осталось тут Надо понимать Что тем более Я буду возвращаться По гряде Ну Должен быть Какой-то спортивный Азартас Вот Тем более Он как хорошо Придерживает Видите Высоту Высоту Собственно Не теряем Не теряем Разворот Оп Как я заскользил Неплохо Не очень хорошо Сейчас Возвращаюсь По своей Траектории Чтобы нас Грида Продержала Все Я лечу уже Домой Видите На спирале Даже из зоны Вылетел Надо было Раньше Начинать На секунду Разворот Ну ничего страшного Пуст На аэродром Видите Как удачно Я Использую Свой старый Трек Меня придерживает Постоянно То есть Вот То на что Я рассчитывал Этих Новликов Почти не теряю Высоту Два километра Ну и высоты У меня В принципе Должно Хватить До аэродрома Если больших Низкодняков Не насобираю До аэродрома Сейчас километров 25 2000 метров Даже при качестве Ну 20 Этого Достаточно Ну а 20 У меня Против такого Ветра Должно быть Погнали Вперед У нас До аэродрома Осталось 19 километров Высота 1800 Ветер 24 километра В час Идем Против ветра Ну и теперь Надо подумать Как красивее Это все Обрессовать С одной стороны Можно взять Левее Там Красивое облако Грита Какая-то Но это Отклонение Потому что Нам и так По идее 25 градусов Нужно направо Повернуть Поэтому я использую Ближайшее облако Вот оно Суть придерживает И потом Доверну направо На 20 градусов Четко на аэродром И по дороге Пройду через Вот это облако Ну как резерв Такой Немножко подзаправиться Тем более Там солнце Петля Петля Немана Может быть Это имело бы Какой-то смысл Там Если бы я был ниже Но сейчас У меня высоты хватает Мне только Важно Чтобы меня Немножко Придержало Ну погода Еще есть Но Вот вы видите Да Впереди Какой мощный Развал То есть Как бы мы Очень-очень Удачно Я попал В некотором Случа Прям вот Я считаю Идеально Выбрал Вот сейчас Вот здесь Очень удачно При таком Ветре Так Вот знаете Как бывает Партия Наверное Я бы так сказал Что я с собой Более-менее доволен Главное Теперь до аэродрома Долететь 16 километров До аэродрома Высота 1600 Но будет Сложно Не долететь Наверное Но надо Всегда считать Все равно Раньше времени Не радоваться Потому что Есть такая штука Как и ветер И не спидники И все-таки Это деревянный планер Который Броте Летать не сильно Это любит Отходим К облаку Которая была У нас Собственно На котором Мы рассчитывали Что нас придержит Посмотрим Придержит Или нет Но Да Вот видите Пошли нолики Полметра В секунду Ну вот Надо ли набирать Нет Набирать По идее Не надо У нас 12 километров До аэродрома Как раз сейчас Попытка набрать Может привести К тому Что Нас дует Еще чего-нибудь Еще чего-нибудь Ну и в конце концов Мы же на соревнованиях Нам время важно Вот я Аэродром визуально вижу Мы туда приходим С огромным запасом Высоты То есть 5G Но Время У нас Мы не долетываем Время Нам Всю дистанцию Которая была Я выбрал Не совсем Оптимально Конечно Можно было И раньше Больше выбрать Ну Что смог Что смог Я вообще На маршрут Не собирался Лететь сначала Думал Ну и в баню Аэродром На ваших охранах Вот он Мы подходим К финишному цилиндру Я лечу На 122 Км в час Против ветра Сейчас Выжму 130 Ну это Где-то Максимально Ну Я не хочу Превышать На этом планере Скорость 150 Хотя Можно Наверное Давайте Смотрим 132 130 140 Выжму Но Зато Смотрите Как сыпется 400 Сыпется Он конечно Знатно На такой Скорости Все Я пересек Финишную Линию 1631 Я даже Двух часов Не налетал То есть Этот маршрут Я прошел Несколько Быстрее Чем Два Споловы Часа Сейчас мы Отойдем От аэродрома Проверим Этот планер На штопорочек Как он Вообще Себя ведет С точки зрения Штопора Посматриваю Подо мной Никого Никого Подо мной Подо мной Никого Ну что Посмотрим Как эта Машинка Сейчас я встану Против ветра Чтобы более Менее Понимать Реальную Скорость И начинаю Ронять Эту скорость У меня Такое ощущение Что у меня Вариометр Наоборот Работает Смотрите Так Что делает Планер Ну вот У меня Ручка На упоре Он начинает Вот так Вот Качаться 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 Опускает Нос Ну не знаю Паршютирует Что ли Ну давайте Попробую Педальку Двану Оп Вау Сваливание Есть Все таки Свалился Он у меня Оп Давайте Еще разочек Просто Чтобы понять Как себя В потоках Насколько Агрессивно Можно вести Ну давайте Скорость Относительно Земли Сейчас 33 км В час Ветер 27 Ну где-то Получается На 50 Что ли Он Не может быть На 60 Он должен Валиться Все таки 37 41 Это Граунд Спит Мы против Ветра Сейчас Находимся Вот Вы можете Даже сами Посмотреть Вот Данные При этом У меня Видите Ручка На упоре То есть Не хочет Он с моей Нагрузкой Пытаться Просто Свалиться Просто так Так что Можно Быть Достаточно Смелым И теперь Попробую Дать Еще раз Ногу Вот так Раз Вау Красиво Ну что ж Все прекрасно Ну понятно Что я его раскручивать Штопор не хочу Все таки Деревяшка И опять же Жалко Ну я и уверен Что он прекрасно Выходит Собственно Все сваливания Он выходит А остальное Уже не важно Да Петлю Конечно Сейчас Еще Петлю Я не буду Просто попробую Дорку сделать Разгон Уууу Невесомость Классный аппарат Проверяю Как там тормоза Насколько эффективны Ну работают 400 метров высоты Я так балдею Тут просто Наблюдаю Как Что вообще творится Но будет правильно Наверное Как-нибудь Наискосок И так Чтоб никому не мешать И никого не врезаться Вот Ланнер Заходит на посадку Вот смотрите Вон он Можно красиво Понаблюдать Тот случай Когда можно Отдыхать Спокойно И наблюдать За происходящим Садиться так Чтоб мордой В ангар Нет Как этот планер И стараться Чуть-чуть Может быть Немножко Не доехать На незнакомой Технике Ну что ж Я сейчас На краешке Аэродрома По высоте И теперь Буду подходить Поближе Закажу я На повыше скорости Потому что Извините Я не помню Ооо Нифига себе Какое ветрище Полностью закрыл Тормоза Вот это я чувствую Недолечу Ну зато Точно приземлюсь Нормально Да Слушайте Не летит этот планер С таким ветром Как непривычно Все Ооо И куда-нибудь Отвернуть Жжжжжю Преземнелся Самое главное Первый блин Далеко не комом Удалось летать Удалось вернуться Я не знаю Какой будет результат Но он уже Прекрасен тем Что я На земле я на аэродроме ни на какой ни на поляне и все классно сейчас пойдем сдавать результаты самые друзья сложные теперь свой фонарь не долбануть об землю тут конечно заключается некоторая особенность этого планера 65 года аппаратик прекрасно он меня сегодня катал по небу все замечательно то что скорость не работает это ерунда зачем эта скорость кому-то нужна gps есть ну и шум ветра тоже и по положению ручки все понятно немножко дрожат у меня руки холодно мне но в целом ге-ге-гей народ едет подбирать о скорая помощь за мной приехали подбор подбор отлично вот что значит настоящий друзья сразу же раз сразу же меняем шапку да слушайте ну у меня скорость не работала весь полет ну летал быстро нет ну летал просто затем жизнь ускорять нужно да нужно наслаждаться так не-не-не-не смотри вот где-то здесь вот где-то в глубинях да тот самый случай когда можно сказать волков садите два ну на всех планерах по привычке вот у меня вот никс например стоит здесь ну что я его соответственно пихнул туда смотришь отверстие ну и видишь отверстие пихай вот я и пихнул оказалось пихнул я не то потому что на самом деле это скорость а никс у него вот вот эта вот штуковина вот эта у него по сути никс штука которая на вариометр работает поэтому возвращаю них с Бенусу и завтра будут летать наверное с работающим указателем скорости Бенус ты смеешься да до мной Бенус смеется но знаете я таки маршрут прошел даже с неработающим указателем скорости так что а Бенус нет нет ну да нет Бенус ой будем завтра продолжать Музыка